Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости среды 13 ноября. Пять камазов мусора вывезли из леса за два дня. Несанкционированная свалка была организована в районе пятой стройки. На уборку мусора вышли сотрудники агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и волонтеры. Подробности у Лисан Латыповой. Утром Алла Крандакова отвела самого младшего из троих, двухгодовалого ребенка, в детский сад, а сама пришла в лес на большую уборку. Многодетная мать уверена, если бы каждый научился элементарно убирать за собой, было бы не только чисто вокруг, но и гораздо безопаснее. У нас все кричат, вот в этом году много людей погибло от лапы медведя. Только по таким причинам. Мусор от свалок, который люди сами устраивают вокруг своего жилища. Еще один волонтер, который решил помочь ликвидировать свалку, Леонид Завьялов. Чтобы убраться в лесу, он взял два дня от гула. То есть я не кидаю бычки даже вот там, где на улице их видно было бы, не было бы, ну в лесу. Я так же таскаю пепельницу. Сейчас, по-моему, она не с собой? Нет. Сейчас бычки в карман. Потом пепельницу. Пепельница в рюкзаке. Всего в районе пятой стройки обнаружено около десяти стихийных свалок. На одной из них рядом с кучей пустых бутылок из-под алкоголя нашли табличку с номером телефона. Это своего рода зацепка в предстоящем расследовании. Похоже, что для подготовки продажи дачного участка этот мусор был выведен сюда в лесной массив. Имея вот такой телефон, такую информацию, мы, конечно, постараемся привлечь все возможные структуры, которые нам помогут найти этих людей и привлечь к ответственности. Сначала собранный мусор закидывали в кузов вручную. Чуть позже подъехал погрузчик. С ним дело пошло гораздо быстрее и веселее. Трехлитровые банки, пластиковые бутылки, старые мебели, матрас. Сразу видно, что этот мусор завезли сюда дачники. Ближайшее садово-некоммерческое товарищество расположено буквально в двух километрах от этой несанкционированной свалки. В этом году только в Елизовском районе из двухсот дачных товариществ лишь двадцать заключили договор на вывоз и утилизацию мусора. Хотя с председателями сотов неоднократно проводились встречи и высылались проекты договоров. К слову, цена вопроса около одной тысячи рублей в год. Сумма берется с одного участка. Это порядка 130 рублей. Это не такие большие деньги в месяц. Договор заключается на период действия дачного сезона. Всего за два дня силами сотрудников агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов, администрации Елизовского района и волонтеров было вывезено порядка пяти камазов мусора. Напомним, что решение о ликвидации свалок в районе пятой стройки было принято на совещание в краевом правительстве. Добропорядочные граждане я попрошу сообщать соответствующие органы о выявленных свалках, о тех нарушителях, кто создает эти свалки. Это и в инспекцию экологического надзора, и в Министерство природных ресурсов и экологии можно обращаться, в агентство лесного хозяйства. У нас сегодня есть все инструменты, механизмы властные для того, чтобы привлекать к ответственности этих людей. Борьба с незаконными свалками продолжится. Ну а тем, кто привык выбрасывать мусор в неположенном месте, стоит помнить, что за это грозит штраф до 250 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. В Камчатский медицинский колледж приобрели дополнительное оборудование для имитационных кабинетов. Прежде чем начать работать с пациентами, студенты оттачивают навыки на манекенах. Подробности у Залины Корбановой. Слабость, поплохело, дышать тяжело стало. Представьтесь, пожалуйста. Тарасов, ну там Сидоров Иван Иванович. Статисты иногда путаются в личных данных, но в остальном изображают пациента вполне натурально. Ситуация должна быть максимально приближена к реальной. Возможности для этого есть. В медицинском колледже всегда было пространство, имитирующее больницу. Но теперь кабинеты оснастили современным оборудованием. В этом году порядка 5 миллионов в рамках национальной программы образования было выделено для приобретения вот того, что вы сегодня имеете удовольствие видеть. Это симуляционные муляжи, на которых наши студенты отрабатывают навыки, практики для того, чтобы потом оказывать качественную помощь населению Камчатского края. В медколледже созданы пространства, в которых можно имитировать работу различных отделений больницы. Для этого, например, приобрели динамическую кровать, устройство для перемещения лежачих пациентов, кресло, которое позволяет постепенно приводить вертикальное положение людей, перенесших инсульт, холодильник, чтобы студенты учились соблюдать условия хранения и использования препаратов. Есть и множество фантомов, так называют разнообразные искусственные части тела и манекены. Фантомы – это для отработки зонтовых манипуляций на желудке, на мочевом пузыре, дальше мы для обработки ДС-средств, именно обработка очень важная, это инфекционный контроль. Для практики в том или ином виде отведена большая часть занятий. Сначала все отрабатывают на манекенах, и только потом знания студентов проверяют на статистах. Чтобы будущие медики уверенно действовали при любом развитии событий, преподаватели вносят в сценарий неожиданные изменения. Например, у Ивана Ивановича развивается тахикардия. Был пульс у нашего пациента выше физиологической нормы. В этом случае студенты пока на нашем уровне должны вызвать врача, сообщить показания пациенту в такой, ну скажем, умеренной форме. Чтобы его сильно не расстраивать, мы говорим, что у вас чуть повышены некоторые показатели. Студентам, которые изображают пациентов, конечно, удается избежать болевых и особо интимных процедур. Введение инъекций, прием родов или проведение обследования эндоскопами отрабатывают на муляжах. Но даже искусственные части тела позволяют начинающим специалистам видеть динамику в состоянии человека. С помощью этого манекена студенты учатся слушать сердцебиение ребенка и определять, есть ли в нем какие-то отклонения, которые могут свидетельствовать о патологии. Вот это сердцебиение не очень хорошее, может быть гипоксия. А вот это отличное. Ребенок здоров. В колледже даже есть так называемый роддом, в котором раз за разом появляются на свет одни и те же младенцы. Малышей нужно не только правильно принять, но и суметь ухаживать за ними, если детям нужно находиться под наблюдением. Конечно, это куклы, но тренировки с манекенами идут параллельно с занятиями в настоящих стационарах. Мы ходили уже на роды, на естественные, на кисерые мы ходили. После этого уже там, если доктора дают возможность, то мы можем там что-то подшить, что-то взвесить ребенка, достать его. Для того, чтобы там уверенно действовать, вот эти все имитации и манекены, они помогают вам? Естественно, помогают. А еще в имитационных кабинетах будущие медики учатся понимать, что чувствуют люди, которых они лечат. В качестве пациентов по очереди выступают все студенты, без исключения. К другим темам в Усть-Большерецке собрались специалисты сферы социальной поддержки со всего Камчатского края. Они обсудили сотрудничество органов местного самоуправления с некоммерческими организациями полуострова и господдержку социального обслуживания населения. Такое мероприятие в Усть-Большерецке прошло впервые. В нем приняли участие сотрудники Минэкономразвития, Минсоцразвития, агентства по внутренней политике, а также представители некоммерческих организаций и социальных проектов. Участники обсудили проблемы, которые возникают в сфере социального обслуживания населения и пути их решения. Предприниматели и организации представили свои проекты и рассказали о том, как их можно реализовать. Чьи круассаны легче и вкуснее в Петропавловске определили лучшего пекаря. Конкурс профессионального мастерства прошел на базе Камчатского колледжа. Правда, практически перед подведением итогов в здании сработала пожарная сигнализация. О том, повлияла ли экстренная ситуация на расстановку сил и кто стал лучшим пекарем в материале Лисан Латыповой. Прокатали, прослоили и убрали на полчаса в холодильник, на так называемую «отлежку». Это часть процесса приготовления воздушных круассанов. По условиям конкурса их необходимо было испечь 20 штук. Вес каждого не должен превышать 65 граммов. По заданию у нас 10 круассанов пустышки и 10 круассанов шоколадной начинкой. Тесто должно оставаться или должно все в ход? Должно остаться немножко, не более 200 грамм теста, обрезков. Второе задание конкурса – приготовление шести булок пшеничного хлеба. Вес каждой буханки также ограничен – не более 600 граммов. Это чаобата. Он находится на закваске. Подходит здесь сам долгое время. Секрет будет пышности, большие поры. Мякиш будет очень долго храниться и корочка будет хрустящая. Каждому участнику выдали одинаковое количество продуктов. Кроме того, пекарям разрешили взять с собой на конкурс до четырех так называемых секретных ингредиентов. Одно из трех конкурсных заданий участницы узнали еще неделю назад. Им необходимо было испечь праздничный пирог на тему «Камчатская осень». Все пекари основили свой выбор на каравае. Вот, к примеру, одна из участниц украсила свой главный праздничный хлеб вот медведем, лисицей, зайцем и еще тремя рыбками. А каравай не должен быть тяжелее одного килограмма. И при его приготовлении запрещено использовать усилители вкуса. Всего на конкурс заявились лишь три участницы. Строгие эксперты оценивали не только внешний вид и вкус выпечки. Проверяем чистоту рабочего места, гигиену участника, форму участника, чистоту места рабочего. Также мы будем смотреть очень важные остатки продукта на выходе после выпечки хлеба. В третьем часу дня в здании сработала пожарная сигнализация. Электричество отключили, в печах остались круассаны и хлеб. Людей эвакуировали. Выяснилось, что в подвале загорелась проводка. Когда пожар потушили и конкурсантки зашли в помещение, выяснилось, что хлеб одной из участниц не успел испечься. Получив дополнительное время, конкурс завершился и определился победитель. Лучшим пекарем Камчатского края стала Марина Гриценко. В подарок она получила 70 тысяч рублей. А мы продолжаем. Елизово претендует на звание столицы дворового футбола России. Кубок всероссийской футбольной акции «Уличный красава» привезла на Камчатку елизовская команда «Альфа». Второй год подряд ребята одерживают победу в финале. Елизовские футболисты стали лучшими в возрастной категории 16-17 лет. Всего на сочинском стадионе «Фишт» соревновались 22 команды. Второе и третье места заняли футболисты из Карачаева, Черкесии и Тульской области. Главный приз определили сами участники. Юные елизовчане отправятся на учебно-тренировочные сборы вместе с молодежной сборной России. Напомним, что Кубок победителя елизовские футболисты привозят второй год подряд. За победу в Сочи в 2018 команда выиграла собственную футбольную площадку. Строительство уже почти завершено. Главное условие участия в акции «Уличный красава» – игроки не должны заниматься футболом профессионально. Команда «Альфа» из Камчатского края становится чемпионом футбольного турнира среди дворовых команд «Уличный красава-2019» в категории 16-17 лет. Так ребята празднуют всю эту победу! И в завершении выпуска на Камчатке завершается голосование за финалистов конкурса «Поступки и люди». В этом году в пяти номинациях представлены 89 участников. Героем может быть каждый. Под таким девизом проходит этот конкурс, основная цель которого – рассказать о камчатцах, безвозмездно совершающих добрые и смелые поступки. Победители определяют в пяти номинациях – гражданская позиция, забота о людях, большое сердце, семейные ценности и во имя жизни. С героями и их историями можно познакомиться на сайте voting41.ru. Там же проходит и голосование. Завершится оно в 9 утра 14 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова